Раньше мы могли отказать в совершении операции в открытии счета без объяснения причин. Вот эти поправки внесли изменения. Они, во-первых, повысили уровень ответственности. Сегодня в банках принимать решение об отказе в операции либо в отказе от транзакции или в открытии счета может только руководитель, наделенный соответствующими полномочиями, либо уполномоченный на это сотрудник. Это первое. И второе – это мы, конечно же, сегодня должны объяснить клиенту, по каким причинам мы отказываем ему в проведении операции. То есть мы на сегодня имеем право отказывать в открытии счета либо в транзакции, если в течение года наш клиент дважды совершал вот такие операции, которые не подтверждены и не в рамках действующего законодательства, либо в рамках его хозяйственной деятельности. То есть банк усомнился в том, что это легальная операция и это не обналичка там, либо не вывод средств за границу. Это касается абсолютно всех. Всех юридических лиц и всех частных лиц. То есть если клиент продал квартиру и ему на счет пришли деньги за проданную квартиру, он нам должен предъявить, ну я вот так пример привожу, он нам должен предъявить договор купли-продажи. Вот больше ничего. Все мы понимаем, что да, откуда произошли эти средства, и все, и клиент им может пользоваться абсолютно свободно. Блокировки проходят очень часто, и очень многие клиенты приходят и говорят, вы знаете, мне в этом банке отказали в открытии счета. Я хочу его открыть у вас. Начинаем разбираться, и мы отказали в открытии счета, потому что он занимается таким незаконным бизнесом, обналичиванием денежных средств. Ну, соответственно, приносим извинения и точно так же говорим, что извините, но мы тоже не можем открыть у вас счет. И уже есть в городе определенный список фамилий с именами, отчествами и фамилиями, которые занимаются вот этими операциями, соответственно, они уже во всех банках в топ-листах.